Всем привет! Начнем с новости про новую Теслу, но на самом деле это не совсем то, чтобы новая Тесла, это немного новый кузов, который делает не сама Тесла, а сторонняя компания, но выглядит все очень стильно и круто. И по большому счету, если бы такой кузов выпускала сама компания Тесла, то это можно было бы назвать все-таки новой Теслой, потому что кузов отличается. Кстати, напишите, как вам нравится такой тип кузова. Пока заявляется о том, что несколько десятков таких электромобилей будет построено на базе Тесла Model S и их уже можно заказывать. Несмотря на то, что Тесла до сих пор является достаточно эксклюзивным автомобилем, это будет мега эксклюзив. Я думаю, что вы заметили, что тюнинг ателье по всему миру интересуется автомобилями Тесла и хотят их дорабатывать. Например, компания из Калифорнии, которая называется Newport Convertible Engineering, уже превратила Тесла Model S в кабриолет. А теперь за тюнинг принялись и голландцы. Ну, несмотря на то, что и штаб-квартира располагается в Лондоне. Вообще, сначала дизайнерское ателье Нильс Ван Рош построило на базе седана Тесла Катафалк. А теперь они решили сделать из Тесла Универсал действительно премиум уровня. Начали работу они примерно год назад и уже сейчас можно заказать первые автомобили. Однако, на самом деле, пока доступны лишь несколько набросков этих автомобилей. И пока эти наброски оставляют ряд вопросов. Здесь речь идет о количестве дверей, а также куда денутся сидения, если дверей будет всего несколько, а не четыре. Однако, как мы понимаем, наброски концептов всегда выглядят очень стильно и до жизни, то есть до реальных экземпляров доходят не все доработки и не все дизайнерские изыски. Однако, есть и реальные фотографии, которые подтверждают, что автомобиль действительно создают, то есть переделывают. И весной 2018 года обещают показать первые экземпляры, уже живьем. В общем, напишите, нравится ли вам Тесла в кузове Универсал. Или это бред. Следующая новость о компании SpaceX. И она впервые запустила вместе уже летавшую Falcon 9, а также Dragon. Первая ступень ракеты Falcon 9 опять приземлилась успешно, а Dragon вышел на нужную орбиту. Повторные запуски становятся уже обыденностью для компании SpaceX. Хотя еще недавно многие говорили о том, что Илону Маску это вообще не удастся. А задача корабля Dragon пристыковаться к МКС. Его задача это доставка на международную космическую станцию более двух тонн полезного груза, из которых полторы тонны это научный груз, а также запасы для экипажа и разные оборудования. Но от Илона Маска не отстает и Джефф Безос со своей компанией Blue Origin. Он постепенно и потихоньку готовится к своему первому коммерческому запуску, а также первым туристическим миссиям. Например, не так давно компания Blue Origin Джеффа Безоса провела запуск многоразовой ракеты New Shepard. И это произошло впервые с октября месяца 2016 года. На самом деле это все очень радует, потому что конкуренция всегда дает людям возможность получать лучшие продукты. А монополии убивают эту возможность. Друзья, не забывайте подписаться на телеграм-канал. Это новостной телеграм-канал, в котором я публикую небольшие новости, на которые у вас уйдет не более 10 секунд. Пока я туда особо не начал публиковать новости для того, чтобы набралась критическая масса. Но если вы поднажмете, мы наберем хотя бы несколько тысяч подписчиков в телеграме, то я буду более регулярно публиковать туда наиболее интересные новости, которые не попали в выпуск, или возможно также анонсировать там выпуски, которые выходят на моем YouTube-канале дополнительно. И продолжим вдогонку с следующей интересной новостью о космосе. Хочу рассказать про надувную орбитальную станцию Biggley, которая увеличивается в объемах в 15 раз. Пару месяцев назад частная американская компания, которая занимается космосом Biggley Aerospace, действительно приковала к себе большое внимание. Она рассказала о своих планах вывести на орбиту станцию для научных экспериментов, а также для того, чтобы подготавливать там космонавтов. И уже сейчас они готовы показать облик этого надувного модуля, а также его размеры. Модуль, который называется B330, изначально по конструкции мог превратиться в, ну, достаточно скромное по размерам жилище, объем которого составлял 330 метров кубических. И на самом деле для комфортного обитания там места хватало лишь, ну, где-то для нескольких человек. При этом в запакованном виде модуль помещался в обтекатель диаметром 5 метров. Компания увеличила в два раза размер обтекателя, и поэтому ей удалось добиться увеличения размера орбитальной станции до 5000 кубометров. Говорят, что это равно где-то двум стандартным аэростатам. А такой площади уже хватит для того, чтобы там жила небольшая семья. Фотографии огромных жилых модулей компания выложила в своем блоге в Инстаграм. Им нужны лишь головные обтекатели большого размера для того, чтобы вся эта конструкция начала жить. Они нужны для того, чтобы защищать полезный груз ракеты-носителя от воздействия температур. В данном случае имеется в виду, что полезный груз это и будет орбитальная станция B-330. О том, что B-330 будет применяться как опорная база для проведения длительных исследований на Луне. А также для того, чтобы обучать космонавтов и расширять возможности НАСА. Роберт Бигеллоу это глава компании. На самом деле, компания открывает возможность делать очень крупномасштабные космические эксперименты, потому что ей удалось увеличить размер в 15 раз. А это уже внушительная космическая станция. Здесь важно то, что эти эксперименты можно проводить с применением большого количества людей. И еще важно то, что все это по более низкой цене, по сравнению с теми затратами, которые идут на строительство классических космических станций. Например, издание Inverse сообщает, что создание, то есть постройка Международной космической станции обошлась где-то в 150 миллиардов долларов. А издание Washington Post говорит о том, что отправка B-330 на орбиту обойдется где-то в 2 и 3 миллиарда долларов. Очень интересно почитать ваши мысли в комментариях о том, что ждет нас в будущем в плане космоса. И как скоро мы с вами сможем, может быть, просто пожить в космосе недалеко от нашей планеты. Хотя бы просто в качестве космических туристов, потому что лично мне покидать Землю, честно говоря, особо не хочется. И в двух словах мне бы хотелось сказать, почему в моих выпусках есть новости из разных областей. Мне кажется, важно видеть именно цельную картину, а не просто то, что вот есть электромобили, есть какие-то изобретения в плане космоса, в плане каких-то бионических протезов и так далее, и так далее, потому что важно видеть всю картину целиком. И я стараюсь ее донести, а также сформировать ее для себя. И надеюсь, мне удается передать ее вам. Потому что только так мы можем видеть цельное будущее, которое нас ждет. Его положительные стороны или отрицательные. И следующая новость касается компьютеров. Появляется мысль о том, что квантовые компьютеры будут страшнее, чем даже ядерное оружие. Потому что квантовые вычисления могут очень сильно изменить наш мир, просто кардинально. Благодаря им человечество, конечно, может найти лекарства от рака, сделать кучу изобретений, построить какой-то сверхбыстрый корабль, который за считанные секунды, возможно, донесет нас до следующей галактики, но, тем не менее, есть и свои отрицательные стороны, которые пугают. Например, говорится о том, что ряд стран могут применять такую мощь вычисления квантовых компьютеров для того, чтобы нападать на другие государства, контролировать их и вносить различные изменения в общество. Об этом сообщает издание Wired. Например, издание считает, что такие квантовые вычисления могут применять, чтобы взломать секретные данные. Это могут быть финансовые учреждения, медицинские записи различных граждан, а также корпоративные исследовательские проекты, какая-то правительственная секретная информация и так далее, секретная военная информация и вообще много чего. Именно поэтому они отмечают, что такие квантовые компьютеры с такими возможностями на сегодняшний день соотносятся с потенциальной угрозой в плане ядерной бомбы. Они сообщают, что квантовые компьютеры могут легко оперировать большими числами, о чем говорит алгоритм математика Питера Шора. И именно поэтому они могут просто сломать основу всех современных стандартов шифрования, которые есть на текущий момент. Они говорят о том, что власть во время Холодной войны также символизировала атомное оружие, как на сегодня могут символизировать квантовые компьютеры. Потому что это то, что может дать неограниченную власть его обладателям. Потому что на сегодня мы имеем современную цифровую глобальную экономику. А если на сегодня какие-нибудь атомные электростанции, различные больницы управляются при помощи электроники, там куча компьютеров, куча проводов, очень многими устройствами можно управлять дистанционно, очень многие устройства можно взломать, и это все несет ряд проблем наравне с теми огромными плюсами, которые мы получаем. Например, компания Google в октябре уже заявила, что к концу года она собирается достичь квантового превосходства. Это точка, в которой квантовый компьютер будет эффективнее самого мощного существующего на данный момент суперкомпьютера. И отмечается то, что очень много стран, включая Китай, вкладывают огромные средства в квантовые исследования. И многие считают, что по срокам остается всего около 10 лет до той точки, когда какое-то из государств начнет применять квантовые компьютеры для взлома самых современных систем шифрования, и произойдут сильные перемены. Например, сообщается о том, что летом китайские ученые сделали рекорд по дальности отправки запутанных квантовых частиц, а еще они впервые передали квантовые шифровальные ключи со спутника к нам на Землю. И вообще, исследователи надеются, что где-то через 13 лет технологии дадут возможность передавать данные по квантовой всемирной паутине. А теперь временно перенесемся в Китай, потому что он играет значительную роль. Компания BAIC собирается прекратить производство автомобилей на двигателе внутреннего сгорания к 2025 году, которая занимается производством классических авто, хочет в течение следующих всего лишь 5 лет полностью перейти на выпуск электромобилей. Об этом сообщает издание Total AV. И сообщается о том, что такое решение они приняли благодаря политике Пекина. Эта политика нацелена на перепрофилирование автомобильной промышленности Китая. Они собираются переходить вообще на электрические и подключаемые гибридные автомобили. К 2020 году они планируют прекратить продажу авто на ДВС в столице Китая. Ну а через 5 лет этот опыт будет перенесен на всю страну. Что касается политики Китая, то в 2019 году они хотят ввести очень строгие квоты вообще на производство электромобилей, а также гибридов. Конечно, все это призвано подстегнуть местных производителей автомобилей и дать им реальную возможность действительно на равных конкурировать с различными мировыми компаниями, которые создают электромобили. В Пекине считают или проще говоря надеются на то, что к 2025 году на электротранспорт придется где-то 1,5 часть продаж вообще всей китайской автомобильной промышленности. И это даст очень сильный большой вклад в борьбу с загрязнением воздуха, которое у них ведется действительно в большом масштабе, так как у них действительно с этим есть реальные проблемы. На самом деле компания BIC это не единственная компания, которая заявила о том, что в скором будущем они полностью перейдут на производство электромобилей. Потому что правительство Китая уже начало просчитывать сроки введения вообще полного тотального запрета на производство, а также продажу традиционных авто на двигателях внутреннего сгорания. Поэтому компании понимают, что это будущее неизбежно и им нужно вовремя, заранее перестроиться на производство именно электротранспорта. Потому что здесь дело в простой экономике, если они вовремя не перестроятся, компания станет банкротом. И как я говорил, для полноты картины еще одна новость, интересная новость из немного другой сферы. Издание от Free Dears говорит о том, что к 2021 году самолеты на целых 75% будут построены из напечатанных деталей. Они цитируют консалтинговую компанию Gartner. Я думаю, что вы заметили, что даже в своих выпусках я все чаще и чаще упоминаю про 3D принтеры и их возможности. О том, что на них можно на данный момент напечатать очень многое. А через время на них можно будет напечатать какие-то клетки для человека, можно будет напечатать протез, можно будет напечатать, ну по сути, даже целый самолет. Реальный самолет. Понятно, что это не бытовые какие-то 3D принтеры, которые могут стоять у вас дома вместо обычного принтера через некоторое время. Но тем не менее, это по сути то, что поменяет процессы производства кардинально. Консалтинговая компания подготовила свой прогноз. В нем говорится, что ускоренное внедрение 3D печати вообще во всех сферах экономики показывает свой рост. И как ни странно, наиболее впечатляющие цифры этот рост показывают в области авиастроения. Дело в том, что они отмечают, что в этой отрасли не так много компаний, как, скажем, в медицинской отрасли. Но дело в том, что здесь немножко другие соотношения. Здесь наиболее большие деньги. И здесь ждут очень крупных прорывов в этой области. Агентство сообщает, что до действительно очень масштабных каких-то применений 3D принтеров и 3D печати в области авиастранения еще дело не дошло. Однако технология уже применяется для того, чтобы печатать прототипы. Для того, чтобы создавать инструменты, а также печатать ограниченное число деталей. Сообщается о том, что на данный момент производители самолетов только считают ту выгоду, которую они могут получить в будущем от применения 3D технологий. Приводится пример компании Boeing, которая рассчитала, что если они будут заниматься 3D печатью собственных деталей, то просто печать их компонентов из титана может им дать экономию от 2 миллионов долларов до 3 миллионов долларов на каждом самолете. 787 Dreamliner. То есть это не всего, а на каждом самолете. И только в моменте изготовления деталей из титана. Отмечают, что принтер просто дает меньше отходов, ему нужно меньше металла. И уже даже сейчас применяется где-то 50 тысяч напечатанных на 3D принтерах деталей в самолетах компании. Гарнер дает свой прогноз по поводу 2021 года. Они считают, что к этому году двигатели и фюзеляжи новых коммерческих и военных самолетов примерно будут на 75% состоять из напечатанных деталей на 3D принтерах. А еще говорится о том, что эти технологии окажут влияние не только на построение самолетов, но и на ракетостроение. Уже сообщается, что такой стартап, который называется Relativity Space, который создали инженеры, ранее работавшие у Илона Маска, а также Джеффа Бесоса, будет применять огромнейшие 3D принтеры для того, чтобы производить космические ракеты. А например, австралийские инженеры уже действительно спроектировали и испытали напечатанный на 3D принтере двигатель. Ракетный двигатель. А следующую новость я считаю достаточно важной, потому что космос становится, как бы это сказать, более утилитарным, то есть более привычным нам с вами. Дело в том, что японский стартап, который называется iSpace, хочет поставить на Луне рекламные щиты. Казалось бы, ничего необычного для нас с вами, живущих на Земле, однако в этом-то и дело. Возможно, через время для нас космос станет такой же обыденностью, и в частности Луна. Инвесторы из Японии вообще планируют создать так называемую лунную экономику. Они уже вложили 90 миллионов долларов в стартап, который запустит собственную миссию на Луну. И они хотят стать первой в истории космической маркетинговой площадкой, об этом сообщает издание Bloomberg. А iSpace это стартап из Токио. Его цели – запуск собственной миссии на Луну уже в 2019 году. Они хотят, чтобы через них корпорации смогли размещать на Луне свои логотипы и прочую рекламу. Также они хотят заняться размещением логотипов на своих ракетах. А еще делать рекламные съемки прямо в космосе. Я думаю, что первое время это будет вызывать реальный вау-эффект. Хотя как долго – не знаю. Для этого им для начала нужна успешная посадка на Луне. Одной из фишек они хотят сделать фотографии логотипов больших корпораций, на фоне которых будет красоваться наша с вами планета, то есть Земля. И как я уже сказал, крупные компании Японии уже вложили 90 миллионов долларов своих инвестиций в эту затею. Например, среди них Japan Airlines, а также телевизионная сеть Tokyo Broadcasting System Holdings. Но дело в том, что эту компанию поддержали даже государственные структуры, например, корпорация Innovation Network, которая получает финансирование от правительства. А еще в это инвестировал даже Государственный банк развития Японии. Такеши Хакамада, который является главным исполнительным директором компании iSpace, говорит, что люди направляются к звездам не для того, чтобы быть бедными. Именно поэтому он считает очень важным создание экономики в космосе. То есть мы уже видим, что космос рассматривается не просто как место, куда можно слетать, набрать каких-то образцов для исследования, вернуться на Землю и дальше их исследовать. Космос уже воспринимается как нечто серьезное, где можно будет жить, а также выстраивать экономику. А после первой миссии, посвященной, так скажем, рекламе, iSpace хотят отправить на Луну специальные устройства, которые помогут искать воду. А оценки компании говорят о том, что в недрах Луны спрятаны миллиарды тонн воды. Хотя многие отмечают, что серьезных доказательств не так и много. Но дело в том, что это важно для создания автономной человеческой колонии на спутнике Земли. Ну и как же без Илона Маска, а также искусственного интеллекта? Маск говорит о том, что Тесла создают лучший в мире искусственный интеллект для беспилотных автомобилей, то есть автомобилей с автопилотом. Он сказал, что компания Тесла занимается разработкой своего железа, а также софта для создания автомобилей на автопилоте. Об этом сообщает издание Fortune. Они сказали, что глава компании Тесла рассказал о потенциале этих разработок. И, конечно, Илон Маск уверен в том, что это лучшие в мире разработки. Так Маск прокомментировал работу вице-президента по разработке аппаратного обеспечения, которого зовут Джим Келлер. Он сказал, что Джим создает специализированное железо на искусственном интеллекте, которое, по его мнению, будет лучшим в мире. Потому что на данный момент компания Тесла для своих систем автопилотирования применяет аппаратное обеспечение от компании NVIDIA, которую вы все знаете. Однако уже давно ходили слухи о том, что они прекратят свое партнерство. И после первых новостей о том, что системы разрабатываются лично компанией Тесла на ее мощностях, я думаю, что разрыв их отношений станет реальностью. Илон Маск прогнозирует, что нужно где-то два года до того момента, как автономные технологии, работающие на оборудовании компании Тесла, станут доступны широкой публике. А где-то через три года системы от компании Тесла смогут работать на 100% лучше, чем это делает сам человек. Маск не забыл сказать и в целом о возможностях и опасностях искусственного интеллекта в будущем. Он сказал, что искусственный интеллект в прямом его понимании будет создан в сроке до 10 лет. Издание Technology Review сообщает, что даже несмотря на все достижения в искусственном интеллекте последних лет, есть сомнения, что вообще найдутся те профессионалы из этой области, которые бы отнеслись к прогнозам Илона Маска серьезно. Однако мне кажется, что всерьез никто не относился и к тому моменту, что Илон Маск будет повторно использовать ступени своих ракет. А на сегодня уже никто в этом не сомневается. Но так или иначе, на сегодня, чтобы выделиться среди других компаний, например, компаний автопроизводителей, нужно создавать какие-то уникальные вещи. И на сегодня это во многом касается искусственного интеллекта, автопилотирования и различных датчиков, которые считывают множество сигналов, помогая водителю отстраняться от управления автомобилем. Потому что на сегодня уже созданы суперкомфортные салоны, 4 колеса есть, новый дизайн автомобиля никто уже просто не может создать, потому что все новые дизайны – это переработка старых, поэтому тут можно выделяться тем, что еще не было создано и отработано до детали. А теперь поговорим про процессоры. Новость о том, что процессор Titan V превратит вообще любой персональный компьютер в суперкомпьютер, действительно впечатляет. Жин Сюнь Хуан, который является главой компании NVIDIA, показал на прошлой неделе в Лонг Бич на конференции специалистов по искусственному интеллекту новый процессор Titan V. Ну или, наверное, можно читать это как римскую 5. То же самое, что и с названием нового айфона, кто-то говорит X, а кто-то говорит X. Даже несмотря на то, как его называет сама компания. Но все это не так важно, важно то, что это самый мощный, по словам компании, вообще графический процессор, который может превратить персональный компьютер в суперкомпьютер. Его создали на базе архитектуры Вольта с 21 миллиардом отдельных транзисторов. И стоит такая штука будет 3000 долларов. Это в два раза дороже, чем его предшественник, который выходил до этого. А по производительности на основных приложениях, таких как TensorFlow, MXNet и так далее, в 9 раз лучше. Аналитики считают, что продажи микропроцессоров, которые нужны для нужд машинного обучения, а также распознавания изображений, вырастут просто в астрономических масштабах. В прошлом году это было 500 миллионов долларов, а через 5 лет это будет 30 миллиардов долларов. Говорится о том, что с того времени, как графические процессоры стали основным железом для искусственного интеллекта, компания NVIDIA выбилась вообще в лидеры данного рынка. И оставила позади такие компании, как AMD и Intel, ну и другие компании. Сообщается о том, что 21,1 миллиард транзисторов и новый блок TensorCourse, специально разработанным для глубокого обучения и выдающим 110 ТФЛОПС, Titan V может выполнять очень сложные вычислительные задачи для научных моделей. Говорят о независимых параллельных трактах данных с целыми числами и плавающей точкой, что позволяет лучше справиться с рабочими нагрузками. А также должна улучшиться производительность, параллельно облегчив программирование, благодаря сочетанию кэша процессора L1 и устройства разделяемой памяти. Даже несмотря на свой прирост вычислительных мощностей, процессор Titan V, по словам компании NVIDIA, в несколько раз более энергоэффективен, нежели предыдущее поколение графических процессоров Pascal. Всё это благодаря новому дизайну потокового мультипроцессора, а об этом сообщает издание New Atlas. Друзья, надеюсь вам понравился выпуск, я стараюсь давать разносторонние выпуски для того, чтобы вы могли погрузиться в целом в каждом выпуске в мир новых технологий в разных областях. Поэтому напишите о том, какие новости вам нравятся больше всего, какие новости из каких сфер сегодняшнего выпуска вас задели и по каким причинам наиболее сильно. Мне это очень интересно, потому что я подбираю различные новости, потому что считаю их наиболее интересными для себя и для вас. И ваша обратная связь мне будет в этом очень помогать. Друзья, не забывайте подписаться на телеграм-канал, это новостной телеграм-канал, в котором я публикую небольшие новости, на которые у вас уйдет не более 10 секунд. Пока я туда особо не начал публиковать новости для того, чтобы набралась критическая масса, но если вы поднажмете и мы наберем хотя бы несколько тысяч подписчиков в телеграме, то я буду более регулярно публиковать туда наиболее интересные новости, которые не попали в выпуск, или возможно также анонсировать там выпуски, которые выходят на моем ютуб-канале дополнительно. Дополнительно